Жест объятия закреплен в традициях и культурах многих народов, как ритуал приветствия. Однако пандемия внесла свои коррективы. Вирусы только и ждут момента, чтобы атаковать новую жертву. По словам специалистов, это может привести к настоящему дефициту тактильных контактов, которые так важны. Ведь прикосновение – это модулятор, усмягчает эффекты стресса и боли, как физические, так и эмоциональные. Чтобы быть счастливым, надо обниматься. Объятие – это телесный контакт. И телесный контакт в психологии считается выражением чувств. То есть счастье – это вообще эфемерное состояние, которое каждый проживает в своем восприятии. То есть у каждого счастье свое. Объятия должны быть, ну вот я думаю, что в семье, с близкими людьми, когда ты знаешь, что ты сам не болеешь и никого не заразеешь. Что это вот ситуация выражения своего отношения к человеку, к близкому человеку. Вот уже более трех десятков лет, 21 января, Мира отмечает День объятий. Благодаря телесным контактам укрепляется иммунитет, стимулируется деятельность центральной нервной системы и улучшается работа головного мозга. Объятия и другие формы прикосновений способствуют выработке окситоцина – гормонопривязанности. Нерохимические изменения делают человека более счастливым и расслабленным. Самарцы знают о полезных свойствах и в обнимашках с родными себе не отказывают. Я не считаю объятия, но на самом деле у нас с мужем – это привычка с самого первого дня нашего знакомства. Уже 23 года почти мы, в общем-то, каждый день не забываем это делать. Бесконечно с утра и ночью. Любите обниматься? Каждый день обнимаюсь за ноги. С полутрам ослабленная. Что вам дают объятия? Теплые чувства друг к другу. Счастье. Счастье, любовь. Приятно и то, что празднование Дня объятий не требует материальных затрат. Возможно, в условиях пандемии от тактильных контактов с коллегами и друзьями стоит воздержаться, но пробел можно восполнить дома, где вас также ждут те, кого можно щедро наградить своим теплом. Мэри Илчан, Николай Сидоров, Николай Епифанов, Максим Гусев. События.